Сегодня услышал новость о том, что цены на нефть выросли на фоне решения стран ОПЕК+, увеличить добычу. Вот я не понял. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Я всегда считал, что для того, чтобы повысить цены на нефть, надо снижать нефтедобычу. А тут слышу такой заголовок. Цены на нефть повысились в связи с решением ОПЕК увеличить добычу. Я такой думаю, блин, что-то... Наверное, я старею. Я уже нахожусь в таком возрасте, что начинаю сомневаться в своих умственных способностях. Так, думаю, хорошо. Найден рецепт повышения цен на нефть. То есть для того, чтобы повысить цену на нефть, надо повысить добычу. Да ну! Вы понимаете, что если увеличивать добычу, то цены должны падать. Ну, это абсолютно логично. Вот. И как же тогда объяснить вот это вот высказывание? Цены на нефть повысились на фоне добычи. Ну, я не знаю, какие у вас соображения. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Почему повысились цены? Явно не потому, что ОПЕК принял решение повысить добычу нефти. Ну, вот явно. У меня есть несколько предположений. Первое предположение. Я думаю, что действительно состоялось заседание ОПЕК плюс только что. И журналисты, когда думали, так, значит, к заседанию ОПЕК надо написать статью, журналист получил задание от редакции, и он уже настрачил статью, что цены на нефть упали, потому что решили увеличить добычу нефти. Но цены на нефть не упали, а выросли. И поэтому он срочно... Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК и так далее. Ну, какая разница? Не пропадать же добру. Не так ли? Вот. Или наоборот. Значит, он написал статью о том, что цены выросли, или там два варианта каких-то вот написал. Ну, так сказать, подобрал, какой нужно, зачеркнул и все. Я думаю, что это наиболее вероятный сценарий. Как думаете вы? Сценарий номер два. Может быть, журналист спрашивал у экспертов. И может быть, он все-таки интересовался, что там решили на ОПЕК+. И может быть, он выяснил, что на ОПЕК+, решили увеличить добычу нефти. Это действительно так. Но, значит, дальше эксперт ему объяснял, что они решили увеличить добычу нефти на 500 мегабарелей. А Россия требовала увеличить на полтора миллиона мегабарелей. То есть, в три раза больше. Но приняли решение не так сильно. А рынок уже заложил, что самый худший вариант, что будет увеличение на полтора миллиона. Но увеличение состоялось всего лишь на 500 тысяч. Поэтому цены выросли. То есть, рынок ожидал худшего сценария. Это второй вариант, который я считаю. И он более логичный. Ну, а журналист, что журналист? Журналист просто не дослушал. Зачем, значит, это самое. Слушайте, вот это вот длинный заголовок получается. И поэтому взял и написал такое, что цены на нефть. И это растиражировали. То есть, я уже не знаю, где источник. И это растиражировали, что цены на нефть повысились на фоне решения увеличить добычу. Ну, абсолютно нет логики в этом высказывании. Ну, вот так. И, наконец, еще один вариант. Ну, я уже как бы не буду говорить о журналистах. Я уже хочу предположить, действительно, цены повысились. Действительно, ОПЕК плюс заседала и что-то там приняло, какое-то решение. Но я думаю, что вот цены поднялись, да, и решение ОПЕК плюс – это два события, которые не связаны друг с другом. Да, ОПЕК плюс состоялось, ничего там неожиданного не произошло, поэтому оно никак не повлияло на цены на нефть. Здесь нет связи. Да, два события произошло, но они между собой не связаны. Я думаю, вот смотрите, почему выросли цены на нефть. Цены на нефть могут вырасти еще и потому, что спрос увеличился. Может быть, Китай, например, стал… В Китае промышленность стала работать еще лучше, и, значит, там спрос увеличился. Это первый вариант. Второй вариант. Ну, возможно, они решили, что там какая-то из стран не будет поставлять так много нефти, как планировала, скажем, Иран или Ливия. Понимаете? Вот. И, наконец, еще один вариант. Давайте посмотрим на график доллара. График доллара к корзине основных валют. Он упал очень сильно. Что такое цена на нефть? Цена на нефть – это сколько долларов дают за один баррель нефти. То есть, тот же самый баррель нефти, скажем, в саудовских этих реалах или какие там у них валюты, он стоит ровно столько же. Но доллар при этом по отношению к реалу подешевел, и поэтому долларов дают больше, потому что цена на нефть котируется в долларах. Доллар действительно упал к корзине основных валют, и не видно конца этому падению. А вот почему упал доллар – это уже тема для отдельного видео, которое я планирую в ближайшее время выпустить. Поэтому сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что вы думаете, почему действительно выросли цены на нефть, они действительно выросли, и когда все это кончится. А сейчас оставайтесь на моем канале, и до встречи. С вами был Демятков Юрий.